Свободное от учебы время Александр Буркацкий с другом проводит с пользой. В маленькой студенческой лаборатории они ставят научные опыты, цель которых в перспективе найти альтернативный источник энергии. Представьте, у вас есть жидкость, ну например вода. Вы воздействуете на нее ультразвуком, и за счет ультразвука вы улавливаете или создается пузырьки, которые при схлопывании излучают свет. В них достигаются высокие температуры, давление. И возможно в таких системах в будущем создать акустический термоядерный синтез. Своё будущее Александр мечтает связать с наукой и госкорпорацией Росатом. Чтобы повысить свои шансы на трудоустройство, уже сегодня он принимает активное участие во всевозможных научных форумах, семинарах и олимпиадах. С последнего научного состязания «Я профессионал» Александр привез бронзовую награду. Самым сложным было подготовиться к олимпиаде, потому как олимпиада не совсем по моему направлению подготовки. Я учусь на прикладной математике и физике, кафедре экспериментальной физики, а олимпиада по направлению ядерной физики и технологии. В рамках практической части олимпиады участникам пришлось решать задачи с помощью системы «Логоц», которая была разработана в ядерном центре в НИЭФ. Это дало молодому человеку некоторые преимущества при подготовке к олимпиаде. Всего на участие в ней со всей страны было подано более полумиллиона заявок по более чем 50 научным направлениям. Награда Александра Буркатского для Саровского вуза значит очень много. Это говорит о качестве образования. Ну, представляете, из трех медалей НИЭУМИФИ одна наша. И всего на всю Россию бронзовых медалей там около 190. По заверениям самих студентов, победа на этой олимпиаде – это еще один шажок к их цели – стать значимыми членами научного сообщества России, быть полезными для страны и сделать хотя бы одно, но очень важное открытие. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.